Тёмные цвета в рисунках детей – признак скрытой агрессии. Этим детям, видевшим войну, нужна помощь. На сегодня 5000 детей Донбасса получили психологическую поддержку гуманитарного штаба Ахметова. У 60% этих детей все признаки травмы, войны, и им нужна длительная реабилитация. Как помогают детям восстанавливаться и снова стать открытыми к жизни? В сюжете Виктории Чистюхиной. Психолог Ольга Ахметова закончила 93-ю школу Донецка 27 лет назад. Тогда девушка и подумать не могла, что вернётся в эти стены, чтобы помогать детям, пострадавшим от войны. Сегодня её рабочий день начинается, как и в школьные годы, ровно в 8. Стены помогают родной школе. Я 10 лет именно, как говорят, от 1-го класса до 10-го. Очень хорошо знаю настоящих учителей, потому что мы со многими вместе учились. Социально адаптироваться людям только пожилым Ольга помогала и в мирное время. Работа с детьми для психолога – новая практика. Я зелёного цвета. Кто такой? Я жгуток. Я жгуток. Скрытая агрессия у детей – одно из последствий войны. Тёмные люди на рисунках обозначают детский страх. С таким количеством тёмного в детских рисунках специалисты сталкиваются впервые. Психологи гуманитарного штаба Ахметова работают с детьми любого возраста. Ребята сегодня ограничены в разностороннем развитии. Кружки и секции в Донецке не работают. Поэтому игры для детей очень важны. Раз. Вдохнули. Два. Выдохнули. Это упражнение сперва кажется простым, но для детей имеет немалый смысл. Именно с помощью дыхания ученики расслабляются и снимают напряжение. Паника и страх сегодня основные проблемы детей, которые видели войну. Я раньше не задумывалась про свои страхи, не знала, как действовать в ситуации, когда мне страшно. Кроме физических упражнений нужно написать ассоциативный ряд с несколькими понятиями. Среди них любовь, семья, праздник и надежда. Но не у всех детей подсознание выдает положительные эмоции. Я узнал, как избавляться от вредных воспоминаний и негативных каких-то ощущений. С августа специалисты штаба помогли 5000 детей по обе стороны линии соприкосновения. Для Рината Ахметова сегодня важен каждый ребенок, который пострадал как физически, так и психологически. Поэтому наша психологическая служба оказывает своевременную, профессиональную психологическую поддержку семьям и детям. Надежду на улучшение состояния дают яркие цвета, которые также присутствуют в рисунках детей. Нужно пробовать, конечно, потому что детки еще в том возрасте, когда можно провести коррекцию определенную, открыть какие-то таланты, у них внутренние резервы. Сегодня штаб Ахметова оказывает помощь учащимся 30 школ. Через два месяца количество учебных заведений, в которых работают психологи, возрастет до 100. Виктория Чистюхина, Данила Киреев, Владимир Конопля и Николай Сыченко. События. Канал Украина. Продолжение следует...